Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами Кин, и да будет свет. Привет, дорогие друзья, и да будет свет. И вот, в очередную переправу через тьму, вместе со своим другом Малым, отправляется военный картограф Алина. И случается то, что можно было ожидать. На их судно нападают монстры. И когда уже остатки надежды угасают, а смерть стучится в дверь, случается то, что многие ждали. Но немногие верили. Пробуждается новый Гриш, способный управлять силой солнца. И дар этот пробуждается в Алине. А вот как этот неожиданный подарок изменит ее жизнь, вы узнаете в сериале «Тень и Кость». Так, ну а теперь моя любимая часть. Та часть, где я говорю, что сериал основан на книге, но книгу я не читал и читать вряд ли буду. А вы в комментариях пишите, что я чудовище необразованная, а книга вообще классика, и ее знать надо. Так вот, сериал основан на романах писательницы Ли Бардуга, «Тень и Кость» и «Шестерка воронов». И да, я их не читал. И читать вряд ли буду. Теперь ваша очередь. Но, как мне сказала подруга с канала BookWanderer, ссылку я оставлю в описании. Сериал довольно хорошо передает события книг, не лезя с ножницами туда, где это не надо. А поэтому за сохранение первоисточника можно сильно не переживать. Может, прострелить тебе ногу? Все равно промажешь. Вообще, признаюсь честно, начиная смотреть сериал, я очень сильно переживал, что я вновь получу фэнтези-драму в духе проклятой, где все девушки белые и пушистые, а мужики сплошь тупые спермобаки этих девушек ненавидящие. Из-за этого я даже в свое время не захотел делать на проклятую обзор, но я был приятно удивлен, что здесь персонажи не односторонние. Есть плохие и девушки, и парни, есть и хорошие, есть и неоднозначные, и это очень круто. Если пойдут слухи, на меня не рассчитывай. Хотя без современных трендов всё же не обошлось. Не буду спойлерить, но скажу, что в сериале есть откровенный ЛГБТ-персонаж Витрина. Кто? Подробнее о таких персонажах я говорил вот тут. Но если вкратце, то его ориентация откровенно заявляется, но по сути ни на что не влияет. И я считаю, это не очень хорошо. Как по мне, если заявили ориентацию, то пусть это хоть на что-то повлияет, а не просто так. Хотя, насколько я узнал, если судить по событиям книг, то в дальнейшем это будет влиять на сюжет. Но пока что нет. Пока что просто для галочки. Ну и ладно. Касательно сюжетных линий в целом, тут вышло забавно. Где-то ближе к концу сериала я понял, что сюжетка Алины, Малой и Дарклинга мне интересна меньше всего. Хоть они и главные герои. Мне же лично куда интереснее было наблюдать за историей Нины и банды воронов. За столом шуметь нельзя, Джаспер. Всех пташек распугаешь. И знаете, это можно даже отнести к отдельным плюсам сериала. А если быть точнее, я говорю про то, что каждый найдёт в нём что-то для себя. Хотите историю про избранного, не понимающего, что делать со своей судьбой, то вам больше подойдёт история Алины. Хотите наблюдать за похождениями харизматичных бандитов, то часть с воронами для вас. Ну а если ищите любовных волнений и переживаний, то снова же история Алины. А также часть с Ниной. Ваши суды балаган, а вы все шуты. Также просто не могу не упомянуть то, что тронуло лично моё сердечко. И это использование магии в духе аватара Анга. Да, в сериале помимо магии и стихии, есть и немного другая магия. Но я не об этом. Не знаю почему, но лично мне очень понравилось, как именно они делают магию. Без лишних слов, заклинаний, без кучи людей, толкающих один камешек. А простой жестикуляцией. Снова же, не знаю почему, но мне очень понравилось. Ну и не будем игнорировать интересную аллюзию. А именно я говорю про Россию-матушку. Она была выбрана не случайно. Так как при написании романов Бардуга вдохновлялась историей Российской империи. Сама она называет её фантазией, основанной на эстетике, политике и социальной структуре России 19 века. Бардуга объясняет свой интерес к этому периоду в России тем, что образы, которые ассоциируются с русской культурой и историей, обладают огромной силой. Это крайности красоты и жестокости. Царь увидит твои способности, получим благословение и начнём обучение. Царь панк. Так называет серию своих романов писательница. Ну не знаю кому как, а вот мой царь панк. Касательно визуала и музыки, как такового чего-то особенного я подметить не смог. А поэтому твёрдый середняк. Хотя каньон снаружи выглядит довольно внушающе. Актёрский состав также особо не блещет гиперпопулярными именами. А из наиболее известных могу отметить Дориана Грея Бена Барнса и Мадам Трюк Зои Вона Мейкер. У остального каста по большей части нет за спиной стольких работ, как у этих двух. А ты веришь всему, что тебе говорят? Обычно нет. Так кто ты такая? Ну и пожалуй на этом подведём итог. Тень и Кость – неплохой подростковый фэнтези-сериал без сильного давления современных трендов. Что для Netflix довольно удивительно. В котором многие смогут найти что-то интересное для себя. Дружбу, любовь, предательство или же мошенничество. Я не опоздал? И если в общем, то как таковых претензий к сериалу у меня нет. За исключением Тенистого Каньона. Блин, если он вам всем так мешает жить, то почему бы не отгородить его какой-нибудь большой стеной? Да и сверху, так как мы видим небо, значит он заканчивается. И можно создать что-то вроде купола. Да, конечно, переправа через каньон значительно сокращает время. Но что ценнее? Время? Или же куча потраченных ресурсов и людей, которые могут просто пропасть, проходя через этот каньон. Да блин, создайте железную дорогу вокруг него. Или же найдите оптимальный маршрут для ваших насушных кораблей. Конечно, это немного увеличит время. Но всяко лучше, чем раз за разом посылать на верную гибель огромную кучу людей. И по сути, вот единственный вопрос, который не давал мне покоя. Почему вы не изолируете этот каньон, если он вам так мешает жить? Но что касательно самого сериала, пускай Тени Кость не вызвал у меня столь бурных эмоций, как например в том же Ходе Королевы. Но не буду врать, смотрел я его с неподдельным интересом. Хотя и не за всеми персонажами. Ну а на этом у нас все. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то поставьте свой супер светлый или же супер темный лайк. Ну а вас я попрошу написать в комментариях, читали ли вы книгу. Ну и вообще попрошу написать свой любимый фэнтези сериал. Ну или же просто напишите любой комментарий, это помогает продвижению видео. Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о сериале. И ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно, и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Вообще, признаюсь честно, начиная смотреть сериал, я переживал, что получу фэнтези-драму в духе бесстыжей. Причем тут бесстыжие? Причем тут бесстыжие? Субтитры создавал DimaTorzok